Субтитры создавал DimaTorzok Когда тебя папа первый раз на рыбалку брал, я подумала, зачем это девочке? Мама же с ним тоже всегда ездила? Да. Вдвоём-то оно веселее. Тебе б уж семью пора заводить. Всё принца на белом коне ждёшь. Баня, начинай, не повторяй за другими. Ну, что я такого сказала? Ну, время-то ведь идёт. Ведь, ведь никто не позовёт потом. Уж лучше самой бы, чем за кого попала замуж идти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вам помочь? Сама справлюсь. Чёрт! Простите, это, наверное, я виноват. Да вы-то при чём? Сорвалась и сорвалась. Тихо-тихо. Тихо, молодец. Хорошо. Простите, это я виноват. Давайте. Спасибо. Такая рыба сорвалась. Ладно, ничего-ничего. Я воспользуюсь спиннингом. Давайте. Есть! Слушайте, ну вы даёте. Знакомый карп. Меня Виктор зовут. Надя. Так. Сейчас. дров подложу. Попробовать-то будете? Нет. Рано ещё. Пахнет вкусно. Ага. Ну что, договорились? В пятницу. Ага. Таба-таба-таба-таба-таба-таба-таба-таба-таба. Пойдём. Надежда Ивановна? Да, Вить. Кто? Что кто? Какой Витя? Ой, Вик, прости. Что, у нас накладные на трубы пришли? Да, пришли. Вот они. Вика, а нам трубы нужны были пятидюймовые или полуторадюймовые? Конечно, полуторки. Вон, они же водопровод, а не газовые. Ну, конечно, конечно. Ну, конечно, конечно. Конечно, конечно. У вас что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Это мои родители. Они были геологами, искали железный колчадан в Устье Енисея. Вот вода их и унесла. А давайте к столу. Садитесь, пожалуйста. Виктор, а вы чем занимаетесь? Строю дороги. Значит, вы много по стране ездили? Да, и по России, и по миру. В прошлом году вот был в Америке. Проехал всю Северную и Южную Америку. Европейский опыт перенимаем. Конечно, нам далеко до них, но всё-таки... А я хоть и преподаю, преподавала, вернее, географию, а в Москве была всего один раз, когда звание народного учителя получала. Вся моя география. Мне и здесь нравится. У нас такие места чудесные. Правда, бабуль? Да, вы знаете, места у нас действительно замечательные. А люди у нас какие? Один дед Митяйчего стоит. Вы представляете, русалки с ним разговаривают. Это у него такие слуховые галлюцинации? Почему же галлюцинации? С ним правда разговаривают русалки. А ещё у нас есть пионерка Баба Лиза. А почему пионерка? Так её народ называют, потому что... Потому что она во время Великой Отечественной войны в партизанах была. А ей тогда было десять лет всего. Представляете? Угу. 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 Играет музыка В «Кахмира» написано «Я тебя люблю». И говорят, что если приложить ладонь к стене, любовь будет взаимной. Что же, ты прикладывал? Я уже пойду? То она будет волноваться. Да, да, да. Держи. А как же ты промокнешь? Я же на машине. До завтра. До завтра. Ну ладно. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошая Наше место Субтитры сделал DimaTorzok Ну нельзя же человеку только к земле привязываться Надо человеку тянуться к человеку Это нормально Что решили? Едем? Решили! Едем! Субтитры сделал DimaTorzok Меня даже не беспокойте Зверь баба власти Зверь баба Простите, что вы сказали? Я в том смысле, что в хорошем смысле этого слова так сказать Здравствуй, Голиков, в курсе? Ты мне только накладные сначала покажи Ничего, ничего, ничего Три года ездили по колдобинам, еще подождем немножко А то У тебя бетон прямо растворяется Жду с документацией Субтитры сделал DimaTorzok Виктор Надежда Ивановна, вы будете на священии? Буду Субтитры сделал DimaTorzok Звонил? Может, сама ему позвонишь? Сама звонить не буду Надюшенька, может, чайку? Ну, уже три недели прошло Обещал через две приехать Ну, может, правда, работы много Так много, что нельзя позвонить ни разу? Так чай-то будешь? Буду! Вот и правильно На нем свет, клином не сошелся У нас тут своих женихов много Пойдем Надя, ну прости, ну дурак, ну прости, поставил телефон на зарядку в самолете и забыл и зарядку и телефон Ну, прости меня Надя, ты что, думала, я тебя бросил? Я ничего не думала Ну, прости, дурака, а? Ну, прости Надя, а? Дурак Ну, прости Ой, как я соскучился по тебе Ты знаешь, что мы завтра с тобой приглашены на презентацию в самый лучший ваш ресторан? Я не пойду Нет, пойдешь Не пойду Нет, пойдешь Бабушка, посмотри, кто там Наденька, это тебе Какой-то молодой человек принес Что это? Хочу, чтоб ты сегодня была самая красивая Ой, 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 ой Бабушка А ну-ка, покружись, покружись Та-дам Ой, какая красивая Ой, господи Бабушка Давай, давай, смотри Ой, как красиво Ой, господи Ладно, ладно, ладно Ладно, ладно Бабушка Бабуля Да. Ты хотел, чтобы я была самая красивая? Да. Получилось? Да. Здрасьте. Позвольте представить, моя невеста. Этого ж не может быть. Это ж наша Надя. Была ваша, была. Айда, Виктор, айда, молодец. Всех уел. И контракт на строительство трассы тебе достался. И самая красивая девушка в городе. А мы ещё ничего не решили, так что, возможно, варианты. Простите, Юля, мы сейчас. Пойдём. Вот как. Что это значит? Ты что, отказываешься выйти из-за меня замуж? Ты сам сказал, что я могу подумать и сам опережаешь события. Я согласен. Я поторопился. Ты подумала? Подумала. И что? Я согласна. Сейчас пойдём и официально объявим о нашей свадьбе. И без вариантов. Согласна. Без вариантов. Привет. Витя, ты что здесь делаешь? Было у вашего мэра. Ты скоро? Ну, кое-какие дела надо делать перед отъездом. У меня к тебе разговор. Реши мою проблему. Какую? Смотри. Вот план строительства дороги до Москвы. Контракт подписан. Хоть завтра приступай к работе. Но здесь на пути трассы стоит деревенька. Тыковка. Как? Тыковка. Такое смешное название. Там небольшая деревенька с десяток домов. Проблема в том, что местные жители не хотят никуда переезжать. Ну, копай ты свой огород. Здесь, здесь, вот здесь. Нет, уперлись и ни в какую. Трасса нужна городу. Чем я могу помочь? Принять официальное решение о сносе деревни и переселении жителей. Им выделят компенсацию, подъемные. Пускай строятся на любом другом месте. То есть ты предлагаешь... Я не предлагаю. Я делаю нужное дело. В областной администрации согласны, мэр согласен. Нужна твоя официальная резолюция. Пойми, мы очень много вложили в этот проект. И тут из-за нескольких колхозников... Ты знаешь, я, наверное, подпишу. Трасса городу нужна. Если выделят подъемные, мы найдем место под новострой. Я об этом договорился. Деньги выделят. Даже если не будет хватать, моя фирма поможет и деньгами, и стройматериалами. Я думаю, строительство этой дороги окупит расходы. И потом, это сотни и тысячи рабочих мест. Завтра же затребую решение и все подпишу. Тыковка, тыковка. Где же эта тыковка? Наденька, у тебя свет. Ты не спишь? Что-то случилось? Да я все думаю об этих людях. Тех, которых Виктор переселить хочет? Писать решение о сносе легко, но там же люди живые. Какие у них проблемы? Почему они не хотят переезжать? Может, с ними можно как-то по-хорошему договориться? В общем, я думаю, надо во всем разобраться. Обязательно нужно. Обязательно. Бабуль, я поеду поговорю с ними, а? Обязательно поезжай. Конечно, завтра с утра пораньше и поезжай. Нет, утром уже поздно. Утром я обещала решение подписать. Поеду прямо сейчас. Да ты что, на улице ночь. Куда ты поедешь? Ты что? Нет, ерунда. Делов туда-обратно. Утром уже будет. Да ну! Вот упрямая. Вся в отца. Ой, Надя, Надя! Телефон! 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 Т Похоже, я крепко застряла Да, глубоко застряли Тут без моего тянетолкая не обойтись Какого тянетолкая? Да я так машину свою прозвал Ваша? Наша, наша Ну что, сейчас вытащим А что в наши края привело? Да тыковку ищу Так это выходит, вы нас искали? Совсем чуть-чуть не доехали Правда? Хорошо, а то я думала, что заблудилась Вас набит? Постудилась, наверное Тихо-тихо-тихо Оп Ух ты Продолжение следует... Привет, бабуль. Гриш, кто это? Ой, не успела представиться. Гриш, я пойду отвар сделаю. Ага, да, бабуль. Так, я сейчас. Гриша, на, Гриш. Давай, сейчас. Дай тебе помогу. Давай, приправим ее. Пейте, пожалуйста. Да-да, глоточек, глоточек, девочка моя. Пейте, пейте, пейте. Давай, давай, так, еще. Давай, давай. Пейте, пожалуйста. Так, еще. Пейте, давай, все. Гриш, немножко погоди, еще и дашь. Так, так. Смотрите. Ай. Ай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ожила моя красавица Здравствуйте Доброго здравия На вот, милая, выпей-ка еще отварчику И сразу ты силы почувствуешь Иди, моя хорошая Я, Антонина Петровна Да зови меня просто баба Тоня Садись, моя хорошая Баба Тоня, а где я? А ты в тыковке Гриша тебя привез Температура у тебя была высокая Ты пей, пей, отварчик-то Ничего, я такую простуду нарасва гоняю Пей, моя хорошая, пока горячая-то Пей Я уксом тебя растерла Мазью своей Сама сделала Вы знахарка? Люди колдуньей зовут Какая вы колдунья? Колдунья не злая, а вы не такая Да нет, не колдунья я Знахарка я Как вы тут? Все хорошо От чая не откажетесь? Да нет, конечно Нет Ты только это там Приготовь малинку И смородиновый листочек Это я мигом Вот, милая, вот Белье твое Уже все выстирала Погладила Спасибо Ну, ждем тебя Вот А малинка последнюю простуду выгонит Ну и вправду колдунья Чувствую себя прекрасно Ой, да не колдунья я Я знахарка Это у вас в городе колдун на колдуне сидит Колдуном погоняет А где моя машина? Я ее в гараж пригнал В гараж, а ваша машина? Ну, у меня же не ракушка У меня гараж на всю сельхозтехнику Я думала, у вас тут деревня А у вас тут целое хозяйство Слышала стук на ковальне У вас кузница? И кузница Но только так баловство Отец хорошим был кузнецом А я так Кому ограду, кому сцеп для телеги Вы-то по каким делам в наши края? Здесь дорогу должны проложить От нашего райцентра до Москвы Как же Приезжали ко мне с этим вопросом Да, и вы отказали А эта трасса очень нужна городу Тысячи людей смогли бы добираться до Москвы за три часа Ну, тысячи, это понятно Только у меня здесь сады Огороды Скотина Человек сто может работу потерять Из-за вашей трассы Я ведь столько лет ухлопал Чтобы поднять эту ферму А вы... Что он горячится? Ну, можно же найти какой-то компромисс Мы выделим из бюджета деньги на подъемные Поможем обосноваться на новом месте Да вокруг столько пустующей земли Ну, милая Тут особый подход нужен Ведь одна землица пшеницу родит Другая скотинушку кормит А Гриша ведь он у нас сначала на инженера выучился Потом академию кончил сельскохозяйственную Он каждый клочок земли знает Посмотрите Вот райцентр, вот тыковка Если ваша трасса пройдет чуть левее Вы потеряете 5-7 километров только Да, но здесь же овраги Это значит, надо строить мосты Это надо делать насыпи Это экономически невыгодно Да, а то, что я дешевыми продуктами город обеспечиваю Это кто-то учитывает? Вы знаете, сколько в районном центре В соседнем картошка стоит? В два раза дороже, чем у меня А все потому, что везут черти откуда А вы знаете, что у нас полгорода ездит в Москву на заработки И им эта трасса жизненно необходима А я их сам могу работой обеспечить Только ведь кто захочет возиться с навозом? Проще в Москве сторожем устроиться Ну, знаете, у человека должен быть выбор А я, значит, не человек Похоже, это за вами приехали Да, это за мной Муж? Жених Был здесь Это он будет трассу строить? Угу Понятно Я не поэтому И вообще, какая разница, кто будет строить? Это же для города, для людей Да, понял я, понял А ведь она тебе нравится Нравится Только мы с ней из разного теста Ну, и что это такое? Куда ты поехала на ночь глядя? Ну, не волнуйся, пожалуйста Со мной все хорошо Я только простыла немного Простыла? Я с ног сбился тебя искать Хорошо бабушка подсказала, где ты Ну, успокойся, пожалуйста Мне нужно было выяснить Не надо ничего выяснять Тебе надо просто подписать решение И все Понимаешь, что такое дело? Ладно, поехали Добрый вечер Что же вы здесь-то? В дом проходите? Нет, спасибо Нам город надо Ну, как хотите Надь, я сейчас вашу машину подгоню Ну, и о чем ты говорила с этим колхозником? Он не колхозник Послушай И вообще, давай Какие-то надо пересмотреть варианты По поводу этой трассы Городу нужны все-таки дешевые продукты Какие варианты? Какие варианты? Все уже давно просчитано Значит, договорились Завтра пишешь заявление об уходе Мне не нравится, что ты имеешь отношение К решению вопроса о строительстве трассы Да, хорошо Переедешь в Москву, там будут другие заботы Новая, нормальная жизнь А здесь у меня не нормальная жизнь? Нормальная, нормальная Для вашего города Но Москва это другое Это другой темп Другой ритм Ну, в общем, ты увидишь До завтра Угу, пока Здрасте, Геннадий Александрович Здравствуй, Надюша Как себя чувствуешь? Все в порядке Я вот заявление принесла Я в курсе дел Давай Я думаю, в твоем случае Можно обойтись Без обязательного срока В две недели После подачи заявления Ты же знаешь Мы все желаем тебе счастья Так что завтра уже Ты можешь отправляться в Москву Спасибо, Геннадий Александрович За оперативность Я уже и замену тебе подготовил Толковый товарищ Круглов Михаил Борисович Прошу любить и жаловать Ему и сдашь дела Примите, пожалуйста, дела Уришековой Но, Геннадий Александрович Я хотела с вами И с Михаилом Борисовичем Обсудить ситуацию По поводу тыковки Наденька, дорогая Мы совсем здесь Без тебя разберемся Так что счастливой тебе пути Надежда Ивановна Ну как же так Вам же еще две недели положено Знаешь, Вик, уж лучше так Сразу Легко сказать Что мы теперь без вас делать будем Новый начальник отдела уже назначен Да, видела я Его хряк какой-то надутый Вик, ну ты же знаешь Что каждый начальник от Бога Так что надо постараться сработаться Сработаться Легко сказать Если будешь в Москве, звони Телефон я тебе оставлю Я тебе тоже буду звонить Хорошо? Хорошо Ну, кажется, все Ну, пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok